Рэнь, расскажи, как живется тебе здесь? Что чувствуешь? Ну как что? Спокойно. Спокойно? Абсолютно. Приехал из Эстонии, правильно? Вообще да. Удоело жить в Эстонии, холодно, стакотно. Решили уехать на лето. Вечное лето. Вечное лето. А почему именно на Канары? Слушай, на самом деле, ткнули пальцем и поехали. Чисто, да? Ну что, ну так получилось. В принципе, а почему нет? Как бы в Испании были много где. В Испании много где были, сейчас там холодно. Делать особо нечего. В принципе, чем ежнее страна, тем лучше. Ну по климату вообще. Да и по настроению люди лучше. Вот. Тебе как люди здесь? Слушай, ну тут. Ну я общаюсь в основном с Испаной. С русскоговорящими, да? Нет, не с русскоговорящими. В принципе, испанцы, русские, украинцы. То есть, с румынами не общаются. Румыны стрёмные. Почувствуем. Ну необычно, такие навязчивые. Знаешь, как... Пытаются пикнуть, там ганджи, там еще что-то. Да. То есть, это везде, так я так понимаю, да? Ну да. Что здесь, что в других. Особенно с лиционального характера. Да, да, да. Ну, канадцы тоже такие, своеобразные. Канадцы? Канадцы. А, канадцы, ага. Да. Те, кто местные. То есть, просто канадцы, они считают себя отдельной расой. Ага, даже так. То есть, да. То есть, есть испанцы, они говорили, что мы не Испания, мы... Как бы, мы свои. Канарии. Канадцы, да, и, типа, даешь, типа, канарию свободную от Испании. Ну, это серьезная тема поддерживается, или это так, просто разговоры? Я думаю, что это просто какое-то такое местное, типа, не фольклор, но дальше тот простого свободе не пойдет. То есть, с оружием в руках никто не ходит, да? Не-не, они ленивые. Ленивые, да? Они ленивые, не налетит все-таки. Маньяна. Транквилл, маньяна, все это очень спокойно. То есть, я бы не сказал, что... То есть, даже какие-то забастовки, то, что происходит, например, в Барселоне, или где-то, они намного жестче и жестче, чем здесь. Здесь я даже не видел каких-то таких особых митингов, протестов, там, в связи с их глобальной безработицей, тут же где-то до 20%, по-моему, безработицы на острове. То есть, кто не связан с туристическим сектором, я, в принципе, сидят глубоко в опере. То есть, получается, основной доход это туризм здесь все-таки, да? Ну, тут только, да. То есть, в принципе, тут туризм, ну, кроме... Ну, потому что, а что здесь сейчас появится? Рыбу варить. Да, ну, для себя. Да, это, вино выращивать. Виноград. Вина. Все остальное, здесь как бы залогов нету, промышленности нету. Ничего нету, в общем. Да, то есть, все нормально. Ну, а вот людей со стороны, вот, как ты приехал, ты же здесь работаешь, правильно, уже освоился, скажем так. Ну, в принципе, да. Как принимают, нормально или, то есть, проблем нету никаких, там, то, что тоже, на той же работе, то, что ты работаешь, допустим, они канарец, так, грубо говоря. Не, я работаю вообще с... В принципе, у нас такой экип весь приезжий. Ага. У нас одна девочка, канарка, которая вот из Лаканы, которая занимается... Ну, то есть, нам это хорошо, потому что она занимается местными клиентами, она знает, как к ним раскрепиться, на каком языке с ними говорить, чтобы было всем понятно. Вот, то есть, она это занимается своей конкретной работой, взаимоотношения с канарцами. Угу. Вот. То есть, если даже ты учишь испанский язык, то, начало очень сложно что-то понимать. Даже если ты знаешь уже какие-то там базовые слова, то они очень быстро как-то мелькают в разговоре, ты на тебя не понимаешь, что ты пытаешься присутствовать, потому что очень тараторят, говоришь, что типа говорите помедленнее, все равно все это происходит очень быстро. Ну вообще народ прикольный, мне нравится. То есть получается они все-таки отличаются от испанцев, да, которые живут в той же Барселоне, Мадриде. Ну понимаешь, как бы вообще, если ты был в Испании, Испания вся разная, Испания вся разная, начиная, что север не похож на Каталунию, Каталуния не похожа на Андалюсию, то есть это вообще разные культуры, то есть если север это такой, мне север напоминает какие-то там наши, Скандиналию северную, где все евроремонт, даже такой немецкий вариант, железобетон, стекло, все чисто. Зато чем южнее, тем, ну, верхнее, да, тем всем пофиг, то есть тем всем пофиг, то есть ты въезжаешь, ты ездишь по северу, да, ну реально Германия, все железобетон, все красиво, чинно, в огород, ты въезжаешь в Андалусию, это идет дорога, забор, на заборе вперемешку козы, собаки, то есть ну вообще какой-то такой джипси, цыганщина настоящая. И, ну, и люди абсолютно разные тоже, то есть английский, если ты общаешься на каких-то международных языках, там английский даже, скажем, то за пределами турзоны можешь вообще забыть об этом. Мне кажется, его здесь вообще никто, вот кроме нашего хозяина, который учитель английского. Нет, 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 юг, юг говорит, то есть юг, потому что там специфика, там все зарабатывают на туристах, там бедно-худо, но все говорят, то есть и, ну, и плюс там еще там все эти пакистанцы, китайцы. Ну, приезжие опять-таки. Да, опять же, ну, все приезжие. Если ты уберешься на север, то, конечно, там в Тарангойске вообще забыли. Ну, даже не на север, в город залез, там какие-нибудь маленькие деревни, поселки, там ты даже зайдешь в любой ресторанчик. Ну, там-то чисто, да, да. Так у нас тут в нашей деревушке был ты в этих барах двух? Ну, я в нашей не был, я был выше, я был в Вафор, то, что идет, ну, в горы туда дальше. Тут просто тоже? В Вафор, потом туда ближе к северу, там, Сан-Исидро, вот эти всякие темы. Очень маленькие, запущенные, ну, интересно. Но в наших барах тоже не говорят, если что, на английском. Тут вообще-то не ту же, тут на нас смотрят. Откуда взялись, да? Это глюк или что-то? Нашу остановку-то не знают, в принципе, ты говоришь водителю, у нашей остановки есть название, ты объясняешь, водитель куда-то ехал, он не понимает. Ну, вот мы так и остались, проехали, точнее, раньше вышли. Да, потому что, ну, реально не понимают, они даже не знают, что в нашей дыре есть остановка, ну, в принципе, на мастер. Поэтому, когда ты едешь, ты говори, там, либо Чахирос, если это Санта-Круза, говори, и Сан-Исидро. И уже тут жми кнопку. А потом, да-да-да. Иначе, ну, нереально, ну, ни в коем случае не говоря, аэропорт. Потому что за аэропорт тебя накинут еще, там, сколько, евро 30 сверху. Ага, даже так? Да, то есть у них, ну, это у таксистов, ну, у любого общественного транспорта, в принципе, ну, я с этим сталкивался и в Барселоне, что если у тебя, скажем, ты едешь с аэропорта или в аэропорт, неважно, такси или автобус или что-то, у тебя идет специальный тариф. И он там на пару-других. Именно на аэропорт? Да. Он всегда, он всегда дороже, то есть у них, это даже в Индии, то есть вот такая специалия. Потому что у нас, ну, не так. А у них, смотри, Женя, у них вообще отличаются цены? Я почему спрашиваю? Вот мы были на эти острова другие, вот, когда сюда ехали. В Ланзароте. Да, Ланзароте, Форт Авентуры, вот эти вот. И там, когда мы ехали на этих автобусах, я постоянно просто смотрю, ну, интересно, и у них разные, ты, допустим, вот сегодня ты заехал за другую, в чем это прикол? Это вообще интересно. Нет, у них, короче, если ты, у них есть минимальный тариф, да, то есть если ты приезжаешь в остановку, они из тебя снимают фиксированную сумму. Но эта сумма зависит от того, платишь ли ты карточкой, либо наличным. То есть если ты платишь кэшем, ты переплачиваешь, там, где-то 30-40 центов. А, переплачиваешь, ага. Да, если ты видишь карточкой, то это фиксированная евро-15. А карточкой, в смысле, просто кредитной картой, да, или специальной? Нет, это боно-боно, это это. Ага, у меня с собой нету. Обычная боно-карта ты покупаешь. Это как проездной, да, или нет, что это? Это проездной, это просто, скажем, боно, это у тебя есть какая-то, на определенную сумму, у тебя есть возможность кататься. То есть пока ты не израсходуешь всю эту сумму. Это, ну, тут, ну, нельзя сказать, что, там, у тебя 10 поездок, там, или 5 поездок, потому что, ну, в разной дочке разная цена. То есть ты едешь в Санта-Кросс, отсюда у нас 4,60, СОС Кристиан у нас 5,60, то есть, ну, цена разная по этой карте. Ну, туда, как бы, ставишь деньги, кладешь деньги, и по ней уже… Нет, 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 ты сразу покупаешь эту фиксированную сумму. Ага, все, понял. Она есть 15 евровая, есть, по-моему, 30 евро. Вот, покупаешь, у тебя уже там эта сумма лежит. Ты приходишь и уже водителю шуешь ее и говоришь, куда едешь. Он тоже, в зависимости от этого там пробивает стоимость проезда. Единственное, что бонус есть с этими картами, что, если, например, едешь и теперь надо куда-то пересаживаться, то есть ты доезжаешь, да, например, ты едешь, на одном автобусе доезжаешь до Лос-Кристиан, до вокзала, дальше ты пересаживаешься, едешь, ну, в другом направлении, ну, оттуда же, да. Скажем, ты едешь либо в горы для Камеи, либо ты едешь в Лос-Гиганта с ту сторону, на север, то у тебя едут бонусы. Угу. Потому что ты пересаживаешься? Да. И потому что у тебя карта, да? Ты пересаживаешься, да, если ты прибиваешь ту же самую карту, в которую ты сейчас ехал, то есть ты там доехал, отсюда там евро 60 пробил, и уже там дальше ты за 10 центов можешь ехать дальше. Угу. То есть если у тебя этой карты нет, то ты заплатил евро 90 отсюда, конечно, и уже еще там евро, это сколько там, евро 90 там, или еще сколько это, уже заплатил за пересадку. То есть если ты здесь находишься, допустим, ну, говоря, месяц, то желательно покупать такую карту выгоднее получается, да? Ну, все зависит от бюджета. Угу. Ну и как ты двигаться будешь, да? Самый выборный вариант – это взять по аренду машину. Машину, угу. У меня проблема, у меня просрочены права, и нам, как бы, ну, взять сложную машину, как бы, поэтому, вообще идеальный вариант машины. То есть цена машины, некоторые конторы предлагают, по-моему, там, что-то в районе 10 евро в день, то есть можно на 300 евро взять в месяц. Ничего себе. Да, и, ну, то есть реально на 300 евро можешь кататься. Ну, там бензин, бензин здесь вообще самый дешевый. Я знаю, даже у нас в Сталине он намного дороже, на 1,5 евро. Вот, кстати, этот вопрос, почему здесь бензин, так же я заметил, что сигареты здесь очень дешевые. Ну, ну, здесь, наверное, начнем с того, здесь как бы… Зона какая-то? А, вот теперь понятно все. Здесь таймшеры, здесь низкая, здесь политика низкого налога, здесь выгодные условия для инвестиций и прочего. Здесь же этот налог – 7 процентов. Угу. То есть в России сколько, 20? Ну, 13 подоходные вроде, я не знаю. 13 подоходные, здесь 7. У нас, в основании, 26. Угу. Здесь 7 процентов налога, то есть, ну, поэтому здесь все дешево. Если ты здесь что-то открываешь, делаешь, то платишь такой налог. Да, но вопрос, что ты тут открываешь. А здесь можно интернет-бизнес открывать? Слушай, можно, но я вот, например, заметил для себя, что чем южнее страна, тем пофиг на технологии. Угу. То есть здесь их, скажем, интернет-технологии, интернет-банки, вообще интернет-сфера отстает от нашей эстонской лет на 15. Просто я знаю, что имею в виду. Вот смотри, допустим, ты вот с Эстонией, так же? У тебя же документы эстонские? Да. Так? У тебя документ эстонский паспорт, так? У меня иностранцы. Иностранцы. Эстонцы. Это очень отдельная тема. Ну хорошо, это другая тема, да. Допустим, ты в Эстонии открываешь фирму. Ты же сейчас относишься как бы к Эстонии, как ни крути. Ну да. Так же? Ты же не относишься, допустим, ни к Канарам, ни к России, ни к Штатам? Нет. Я терморезидент Европейского Союза. Угу. Долгосрочный резидент. Я просто вот что имею в виду. Ты, если здесь откроешь какую-то фирму или что-то такое, ты же будешь платить здесь как налог? Правильно же? Да, не знаю. Ну, по поместкам, естественно. Как бы ты, где бы ты не был зарегистрирован, из-за того, что ты в Эстонии зарегистрировал? Ты же здесь? Где ты регистрируешь фирму, там ты платишь. Фирму, да. Фирму просто здесь регистрируешь? Конечно. Вопрос, да. Очень много вопросов именно по регистрации фирмы. Другой вопрос. Потому что тут, ну, во многом упирается в их бюрократические всякие темы, пентифлюшки, оформление документов. Потому что, ну, ты не возьмешь и так вот. С какого-то барахта не оставишь фирму. То есть, у тебя должны быть какие-то обоснования. То есть, ты должен здесь легализоваться. То есть, ты должен получить здесь резиденцию с правом на работу. То есть, для этого ты должен показать какие-то... Ну, то есть, надо сделать очень много движений. Ну, очень серьезно, да. И показать о том, что ты, ну, как бы, серьезно намереваешься здесь что-то делать. То есть, ты не просто так пришел, заполнил бланк, хочу здесь фирму, и все, у тебя там с новым капиталом фирма. Нет. Тут надо все это... Ну, очень много шагов, которые ты делаешь. Для того, чтобы что-то тут у тебя функционер работало. Вот для тебя, Женя, вот отличие от Эстонии, вот перспектива в чем-то, вот как ты... Это же небо и земля. Небо и земля, да? Конечно. Это даже, ну, я бы такие вещи вообще не сравнил. Ну, то есть, скажем так, в Эстонии три дня солнца, здесь три дня солнца в год, а здесь три дня дождя в год. Да, да, да. Но это погодные условия. А я имею в виду вот жизнь. То же самое открыть что-то, то же самое там, не знаю, просто жить там. Ну, нет, Эстонии тоже довольно-таки удобно все-таки, если там нет вот такой бюрократии, у нас, в связи с тем, что у нас север, у нас вот эти интернет-технологии, ты можешь делать все, не выходя из дома через интернет. Да, да. Все, абсолютно все, от работы до, там, получения простых хлеб, булки, что ты привезли домой, ты все это заказываешь через интернет. Ну, то есть, уже все это нормально развито, да? У нас, у нас даже есть выборы по интернету. У нас, ну… В смысле, голосуешь или что зовут? Голосуешь. У нас государство, ну, у нас государство, что технологии, что они на таком уровне, что идут выборы, там, в парламенты, то есть все, уже все это по интернету. Угу. То есть, ты заходишь, у тебя есть специальный там, карт-ридер, считалка с ID-картой, заходишь, ты в любой свой базу данных, там, там, налоговый департамент, там, если тебе надо подать какие-то документы, там, сделать выписки, тебе не надо никуда ходить. Угу. У нас, ну, у нас это дигитальные подписи. Угу. То есть, если тебе надо сделать какой-то документ, тебе не надо идти с подписанной бумагой у нотариуса, там, что-то делать, да? Ты сразу ставишь свою дигитальную подпись, тоже через систему пин-кодов, там, и... Угу. В общем, по интернету, да? Да, да. Это очень хорошо, хорошая система. Здесь, здесь об этом... Ну, здесь интернет есть такой, как-то. Здесь, ну, я думаю, здесь даже об этом еще даже и не думают. Что же, ну, чтобы, ну... А здесь это не нужно, понимаешь, здесь, здесь наоборот, здесь весь народ... У нас так, что у нас холодно, у нас все время народ сидит по нормам. Угу. То есть, зима идет, то есть, холодно становится в октябре, считай, до мая. С сентября по маю у нас холодно. Да, да. То есть, три летних месяца это так, что первый такой водный, прохладный, июль, ладно, лето, как сейчас здесь, зима, и август уже так, ну, с грустью прощаешься с летом. В сентябре уже так вот, кутаешься, октябрь уже холодно. Поэтому все люди сидят дома, для них это нормально, что вот так вот общую через интернет. Здесь люди постоянно на улице. Да. Старики все, там, домино, никто дома не сидит. Ну, и плюс, как бы, еще такая специфика, что, смотри, да, например, у тебя есть какое-то место, да, ты хочешь его там... Где делать это же место виртуальное в интернете? Угу. То есть, у нас очень популярно, что в любого, там, даже, маленького магазина, как бы, есть свой интернет-сайт. Да, да. Здесь это не нужно. Здесь, во-первых, как бы, обнуление людей, каждый день недели у тебя меняется полностью. Турист приходит. А, в смысле, этот... Обнуление. Да, да, да. Ну, постоянно идет обнуление, да, и ты просто, ну, физически не успеешь передать информацию. То есть, Танин, он такой застойный город, все друг друга знают, все сидят по шхерам и через интернет, все это... Да, да, да. Ты, конечно, тут из-за туристов, из-за того, что тягучка, как бы, да, из-за этого? Нет, ну, здесь, во-первых, ну, во-первых, из-за туристов, что обнуление, что ты просто не успеваешь. Правда. Это сам менталитет. Чем дежнее страна, тем больше они времени на улице, тем меньше они сидят в интернете, тем меньше им вообще это нахрен не нужно. То есть, ну, потому что зачем? Да, да. Зачем уже пойти купаться, там, поесть рыбу, встретиться с друзьями, попить пиво, там, в 26 градусов в 11 вечера, чем сидеть дома? Да, да. Здесь этим никто не занимается. То есть, ну, это очень, ну, очень такая своя специфика, конечно. Вот. И поэтому вот тут интернет-технологии, я не думаю, что они приживутся. Даже вот в банке мы получали, там, счет делали, нам дали, мы этого уже не видели, лет 15-20, наверное, книжки. Книжки, типа вот эти сберегательные книжки, у них до сих пор это, я в шоке. То есть, ну, реально книжка, где они там все пропечатывают. Ну, для меня это шок, потому что, ну, что на бумажном носителе у тебя до сих пор там делают документы в банке. Это бред. Вот у них вот это сейчас вот такое. Не то, что их фишка, но это вот нормальная система. Плюс второй вопрос, что они работают, все банки работают до двух. То есть, два часа… Сиеста или что у них там? А? Сиеста или что? Нет, все. У них рабочий день, там, в лучшем случае, там, 8-30 и до двух. То есть, если у тебя намечены какие-то там серьезные банковские движения, операции, тебе надо обращаться со своим, скажем, представителем банки, то ты это можешь делать только до двух. После двух забудь. Все, это только следующий день. И, ну, суббота, воскресенье – это святое тоже. Никакой работы. То есть, когда я тоже так, ну, спрашиваю, говорю, а как так? Ну, он говорит, а как иначе? Как по-другому, да? Типа, да, как по-другому. Типа, ну, наружу надо отдыхать. То есть, я после этого вообще не удивлен, почему в Испании кризис, потому что так как они работают, этому надо поучиться. Как в Греции, получается, тоже такая же тема. Да. То есть, работают до двух, плюс у них еще есть такая тема интересная, до сих пор тоже с ней никак не могу привыкнуть к этому, что, например, если четверг – пятница, ой, четверг – какой-то праздник, то пятницу они тоже захватывают в этот праздник. То есть, вот у тебя в четверг какой-то идет официальный праздник, и получается так, что там суббота, воскресенье, выходные, у тебя пятница ни то, ни все, они его выходным. И это, ну, это везде так. Тоже, в принципе, вчера тоже была ситуация, да, вчера была вот Red Alert у них, типа «Красное предупреждение», «Штормовое». А, этот у него выходной был, да? Школы не работают. Да, да, да. То есть, если бы у нас в Эстонии, за такой погодой бы, то, что было вчера, как бы, объявляли Red Alert, то у нас бы пол зимы все сидели бы. Круглый год бы отдыхали, да? Да, да. То, что здесь было, не, ну, конечно, я понимаю, у них это связано с тем, что, в принципе, ну, ветер был, да, хорошо он был, сильный, но, ну, жить можно. Ну, я вчера ходил специально. Естественно, опасно, что может быть поползни с гор. Вот единственное, что вот, ну, что может реально как бы зацепить, что вот эта вся вода, которая накапливается, да, плюс ветер, он может вызвать какие-то поползни вот этих с гор. Да. Единственное, как бы, что, ну, как бы, чем можно объяснить, что у них, ну, не работает школа, ну, другим я не могу объяснить, как бы, то, что был ветер, это вообще не причина. Ну, зато детям хорошо вчера было. Ну, хорошо было. А наш хозяин, как наш учитель радовался, видел вчера, счастливо ходил. Сами разговаривали, нам говорили, что, о, ну, да, типа, Red Alert, а сегодня, вчера хотели мне оранжи жать, нам прийти. Если только бурю не нагнать, да? Нет, ну, такое редко, то есть. Жень, вот такой вопрос, вот ты приехал, ты работал, работаешь фотографом, профессиональный фотограф, работал в Эстонии. Себя здесь как, ты быстро нашел, или же как? Слушай, ну, опять же, из-за всех этих маньян, это все очень растягивается. Маньян, это вот эти… Завтра. Все завтра, все завтра, ага. Все завтра, да, то есть это очень сильно растягивается. То есть, в принципе, мне повезло, что я нашел команду, которая, в принципе, интересная и с кем я сотрудничаю. Вот так вот, конечно, это не… Это не какая-то столица индустрии. Угу. То есть, здесь… Здесь такая туристическая дыра достаточно. Угу. То есть, плюс еще к тому, что сейчас зима – это не сезон. Угу. То есть, сейчас… В принципе, сейчас такое туристическое затишье. То есть, летом здесь, мне говорят, что в разы народу больше и, в принципе, работы больше. Поэтому… Мы приехали в низ сезона и ушло достаточно много времени, чтобы просто хотя бы познакомиться с островом. Потому что, ну, абсолютно не имея никакой информации. То есть, все делали разведку боя. То есть, на месте все, да? Ходили, узнавали? Все ходили, узнавали, смотрели. То есть, клубная жизнь, по сравнению с тем, к чему я работаю, здесь просто в разы ниже. Ну, ее, можно сказать, нету здесь почти. Или как-то. Да, здесь ее нету. То есть, ну, например, к чему я привык здесь, этого нету. Абсолютно разные уровни, очень разные уровни. А потом… А ты хотел именно в клубную, как бы, тематику попасть? Слушай, нет. Я не сказал, что ты хотел в клубную тематику. Как бы, работаю последние три года в клубах. Как бы, я реально отнюдь успел. То есть, для меня уже это превратилось в такую жесткую рутину, что… Вот этот поток вечерин, ну, это реально утомляет. Уже настолько замыливается глаз, что уже это… Ну, для тебя это уже становится не в радость. Какой бы крутой артист там не приезжал, это для тебя уже просто получается, что это одно и то же. То есть, я уже не чувствовал никакой радости. Поначалу, да, конечно. О, круто. Сегодня это приезжает, там, запустим с ним. Все, круто. А как бы, это, знаешь, уже там… Сегодня надо снять концерт, потом успеть на два мероприятия. Так же, завтра надо еще на две вечерины пойти. То есть, ну, это уже… Ну, это очень жестко. Устаешь от этого. И у тебя перед глазами просто… Ты уже не чувствуешь разницы. Когда тебе подходит человек, который там… О, привет. Ну, что, как там было? Когда было? Что было? То есть, ну, потому что у тебя это все в один… В одной линии… Смешалось. Да, все это смешалось. Ну, то есть, за месяц у тебя, считай, сколько… Получается месяц, там, грубо говоря, 8 выходных. Это 16 мероприятий. То есть… Да, да. Это только если выходные. То есть, не считай каких-то там, других приватных дней рождения, там, или каких-то мероприятий, автопати или вормопати, которые перед мероприятиями, которые тоже, в принципе, захватываешь, то это превращается в такое великое количество, что, ну, реально уже, ну, не чувствуешь никакого интереса. Ну, реально уже, как бы, просто устал. Устал. То есть, получается, ты здесь, в принципе, отдыхаешь. Работаешь и отдыхаешь, можно так сказать. Ну, здесь, да. У тебя же такого количества работы здесь же нет все равно? Здесь нету, да. Здесь такого количества работы нету, но здесь себя по-другому чувствуешь. Здесь, ну, я говорю, что в первую очередь, конечно, вот сама, с первого острова самого, сам климат. Сейчас у меня вот очень радует климат. Вот именно вот это, то, что сейчас говорят, что зима здесь, ну, для меня это идеально. Ну, да. То есть, это не жарко, это, ты не выходишь на улицу и не плющик в асфальт, от жары и в сторону. Ну, вот это мне больше всего здесь нравится. Да. Потому что, когда я приехал, это было нечто. раньше четырех вообще не хотелось никуда вылазить. Мазался вот таким слоем. Это в какой месяц, в какой месяц, в октябре? Вот таким слоем солнцезащитного крема. Потому что иначе, да, ну, просто сразу. То есть, в октябре настолько жарко, да, получается? Очень жарко. Угу. Ночью было плюс 26. Ничего себе. То есть, ты засыпаешь, просто плюхаешь на кровать, там, никаких одеял, ничего. Окна нараспашку идти, все равно жарко. Потому что, ни ветерка, ничего. А если есть ветер, то он теплый. То есть, не знаю, что нас спасало. У нас был бассейн, где мы жили. Сразу уходишь в бассейн. В бассейне спишь, да? Голову таскиваешь. Это спасало. Это реально спасало. Уходишь. Утром проснулся, в бассейн прыг. Да, да. Купался, вернулся. Через два часа снова в бассейн прыг. И только так, до четырех часов. После четырех можно идти на море. Что там уже так, более-менее, жара уже не такая. Что уже можно терпеть. Ну, опять же, с этим слоем солнцезащитного. Иначе я, ну, я просто сам по себе очень такой. И у меня очень чувствительная кожа. И я сгораю эмбентально. То есть, если день меня оставит на пляже, я на следующий день буду просто здесь. Как, я не знаю, как, что, как. От стоворов. Спасибо, Женя. Дай мне за что. Друзья, мы еще Жене будем еще говорить. Это не конец. Это только начало. И по острову. Да, да. Кстати, скоро у нас намечается вечеринка. Ну, как вечеринка. Я хочу показать именно, как профессиональный фотограф, ведет свою профессиональную деятельность на этих островах. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, Солнечную Кальфорнию. Спасибо. Спасибо.